Всем привет, это Денис и вы на канале Дэн Электро. В наше время блоки питания от X стали очень распространенными, и в быту все чаще их используют не только в компьютерах, но и для других целей. Эти блоки питания довольно хорошее устройство. Они выдают несколько напряжений и хороший ток по каждой линии. Но иногда встречаются случаи, когда этих напряжений и токов недостаточно. Бывает, что надо получить 24 вольта или ток больше 10 ампер. Но каждый из моих блоков питания столько выдать не может. Но выход из этой ситуации все же есть. Сегодня мы поговорим о том, можно ли соединить два блока питания от X для увеличения мощности. Такие блоки питания можно соединять как последовательно, так и параллельно. В первом случае мы сможем получить более большое напряжение. Сделаем 24 вольта. Но максимальный ток будет ограничен самым слабым блоком питания. Обратите внимание, здесь по линии 12 вольт 8 ампер, а здесь только 6. Нагрузить больше можно, но напряжение будет проседать. Во втором случае, при параллельном соединении блоков питания, мы сможем получить большой ток. К примеру, если мы соединим линии по 12 вольт, то ток, отдаваемый ими, суммируется. Это все, конечно, в идеале. На самом деле, выходные характеристики будут немного поменьше. Потом я объясню, почему так происходит. Самый простой способ соединить два блока питания и получить 24 вольта, это соединить их разъемы. Можно использовать либо SATA, либо MOLEX. Я буду использовать второй вариант, так как на них проще все показывать. К первому блоку питания я подключаю два провода. Один на землю, это будет минус. А другой на желтый, там где линия плюс 12 вольт. Другой конец этого провода соединяю с землей на втором блоке питания. И также к желтому проводу цепляем провод. Тут тоже возьмем плюс 12 вольт. Таким образом, мы соединили две линии по 12 вольт и получили 24 вольта. Имейте в виду, что если вы хотите получать с такого соединения большие токи, то на каждом блоке питания надо использовать не по одному проводу, а по несколько. Так как провода очень тонкие и после 5 ампер они начнут нагреваться. К тому же, это уменьшит падение напряжения на проводах. Теперь давайте посмотрим, как они будут работать. Здесь я все собрал. Это два блока питания разобранных. А это два вольт амперметра. Каждый из этих вольт амперметров будет показывать свое напряжение блока питания, а вольт амперметр на электронной нагрузке будет показывать общее напряжение. Электронной нагрузкой я буду нагружать оба блока сразу, при напряжении 24 вольта. Сначала включаю правый блок питания, затем левый. Обратите внимание, что напряжение правого блока питания чуть больше. Суммарное напряжение 24 вольта. Увеличиваю мощность электронной нагрузки. Ток через всю схему сейчас 1 ампер, но каждый из вольтамперметров немного врет и искажает показания. В общем держите у себя в голове, что на самом деле ток везде одинаковый. Увеличиваю нагрузку дальше. Напряжение проседает примерно до 22,5 вольт. Ток 5 ампер. Мощность довольно приличная, больше 100 ватт. Но каждый из блоков нагружен всего на 55 ватт. Увеличиваю нагрузку дальше. При силе тока в 8 ампер все также отлично работает. Последовательным соединением блоков питания можно получить не только 24 вольта, но и другие напряжения. К примеру на первом можно взять 12, а на втором 5 вольт. И тогда в сумме получится 17 вольт. Или сделать 12 плюс 3. Или 5 плюс 5. Или 3 плюс 3. Помимо всего этого можно сделать двухполярное напряжение. Если сделать отвод от середины, то получится плюс-минус 12 вольт. Его можно использовать для питания аудиоусилителей. Теперь разберем ситуацию, когда нужно параллельное соединение блоков питания. Здесь надо взять минусы с обоих блоков питания и соединить вместе. Точно так же надо поступить с плюсами. Если провода в процессе работы будут нагреваться, то так же как и в предыдущем примере, проводов можно взять больше. Перейдем к практике. Здесь все так же как и в предыдущем тесте. Каждый вольт-амперметр показывает напряжение и ток своего блока питания. К электронной нагрузке ни один из них пока что не подключен. Каждый из вольт-амперметров сейчас показывает разное напряжение. У первого блока питания напряжение на 12-ти вольтовой линии чуть поменьше, а у второго чуть побольше. Сначала подключу к электронной нагрузке левый блок питания. Увеличиваю мощность электронной нагрузки. Напряжение начинает проседать. Выставлю ток в 7 ампер. Теперь подсоединю правый блок питания. Как и ожидалось, ток нагрузки разделился между двумя блоками питания. Благодаря дополнительному источнику тока напряжение немного подросло. Теперь оно везде уравнялось. Но на втором блоке питания напряжение было немного больше. Из-за этого и ток нагрузки там сейчас тоже больше. Поэтому при параллельном соединении блоков питания обратите на это внимание. Если блоки питания разные и напряжение у них отличается, то нагрузка будет разделяться не поровну, а больше всего там, где было высокое напряжение. Поэтому перед работой в параллельном режиме надо обязательно измерить ток, чтобы не получилось так, что один из блоков питания нагружен больше, чем допускают его характеристики. Так как в обоих случаях блоками питания надо пользоваться одновременно, то и запускать нужно сразу оба. Как вы знаете, чтобы включить блок питания ATX, надо взять разъем ATX и замкнуть между собой землю и контакт PRESS ON. Обычно в этих случаях можно поставить либо перемычку, либо выключатель. Здесь как раз тот случай, где понадобится выключатель. На втором блоке питания надо будет сделать точно так же. Выключатели можно сделать раздельными. Но если понадобится одновременное включение, то можно найти такой выключатель, у которого несколько групп контактов. Таким образом при нажатии одной клавиши включится сразу два блока питания. Этот способ подойдет как для параллельного соединения блоков питания, так и последовательного. На этом сегодня все. Ставьте лайки, задавайте вопросы, если кому-то что-то непонятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И всем пока.